Два депутата пытались нас подтолкнуть к целесообразности артификации, исходя из ложных посылок. Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское общество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Он, величайший наш международник, вас сегодня обманул здесь. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. В другом бы месте он бы это доказал. Ему счастлив, ему стыдно. Он же все-таки профессионал, потом уже депутат, потом яблоко, потом уже хозяева за океаном. Сперва, он все-таки понимает, что он обманул вас всех. Второе, Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать, ссылаясь, так сказать, на некоторые позиции, которые тоже никак нельзя воспринять. Именно потому, что у нас нет договора, мы можем спокойно с вами дальше думать и решать вопросы все наши территориальные, пограничные. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории не найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина. С Петлюра и Смахно. И потом мы их всех вычислили из Киева. Потому что Киев это начало России. Киев. Поэтому никогда в истории не было украинского государства. Никогда. Если мы с вами в марте 96-го года отменили Беловецкие соглашения, за что 9 марта нас чуть с вами всех не арестовали здесь, слава богу, два генерала не позволили. Мы не хотели этих Беловецких. Это было ровно 7 лет назад, это преступление. Это кто создавал государство? Кто позволил этим трем гражданам собраться в тайге ночью? И Горбачев ходил по Кремлю, ему говорят, дай команду КГБ арестовать. И Горбачев не дал. Он главный предатель. Никакой Украины нету. Никакого в СНГ нету. Если в СНГ есть, давайте сходить. Три позиции. Российской империи нету. Согласен. Плохо. Советского Союза нету. Где Украина? Она в СНГ же не вошла. Она же обманула нас всех. Она нигде, ни в каких органах СНГ не участвует. Она во всем участвует, как гость-наблюдатель в западных любых организациях. Она уничтожает нашу армию на Украине. Она разрезает наши самолеты. Ведь я вам объясняю, как юрист международник, если мы подписываем этот договор, Турция заберет Севастополь. Вы же дипломат, министр Иванов. Объясните им, как Крым отошел к России. По ключу к канаджирскому мирному договору, в котором есть строчка. Если когда-либо юрисдикция России не будет над Крымом, Крым возвращается в Турции. И она будет иметь право забрать Крым. И никогда уже не получим Крыма. Именно ратифицируя сегодня договор, мы признаем, что мы, Россия, никакого отношения не имеем к Крыму и к любым другим территориям. Вот он, три ложных посылки. И от вас-то скрывают. Поэтому не надо ратифицировать. Пройдут годы. Вырастет новое поколение. Оно накажет всех и за Беловецкие соглашения, и за 91-й, и за 98-й год. И если мы хотим действительного единства, как раз нужно делать, как делает Лукашенко. И нам говорят, что вот, мол, сегодня на Украине смотрят, если мы не заключим, то антирусские силы воспрянут. Нет, наоборот, ложь. Ложь. Этот договор создан антирусскими силами. Раз вам пришли из МИДа, вы должны иметь в виду, что МИД полностью под колпаком от Государственного департамента. Все, что МИД выдает, все согласовано с Госдепом США. Это филиал Госдепа. Прямое указание то, что американцам именно это и надо. Геннадий Андреевич, вы заблуждаетесь в этом, думая о том, что там 500 дипломатов, это они подготовили договор, не украинский, а русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее, тут же будут ставить пограничные столбы. И вот тогда уже трудно будет что-либо сделать. Сегодня в поезд входят просто таможенники-пограничники. Когда столбы и колючая проволока, они дали уже деньги. Дали деньги, чтобы поставить пограничные столбы. И вот тогда вы действительно ни лекарства не направите, ни поедете никуда. Вы вспоминаете 42-й год, кого-то там ранили и война. Я в 91-м году вышел с самолета, и они против меня поставили автоматчиков, чтобы я не прошел в город Севастополь по приглашению депутатов городского совета. Это был 91-й год. Поэтому все, что сегодня на Украине делается, это прозападные силы. Они все делают для того, чтобы помешать Украине оставаться частью нашего содружества. Этот договор им нужен для правового оформления своих действий. Поэтому не надо обманывать. Наша армия стоит в Приднестровье, и Украина мешает. Она мешает полетам наших самолетов. Она закрывает уже сегодня нам небо для наших военных самолетов, следующих нашу оперативную группу в Приднестровье. Разве не они это делают? Разве не они запрещают нам менять оборудование, менять, так сказать, технику, солдат? Всячески препятствуют. Не имея договора, препятствуют. Получив договор, все. Мы развяжем руки рамочные, рамочные, чтобы отделиться окончательно от России. Правильно вы говорите? В рамках этого договора нас заставят, заключив рамочный договор, мы принимаем автоматические обязательства заключить все последующие, истекающие из отдельных позиций, по которым русский язык не будет никогда на Украине. Сегодня еще можно его сохранить. А по рамочному договору это другое государство. Мы не имеем права больше вмешиваться. Сегодня символифицируем все. Любые ваши взгляды, что вы не можете послать лекарства, это вмешательство во внутренние дела Украины. Она имеет право не принимать ваши лекарства, деньги, вводить любой язык. Она турецкий введет, и мы не имеем права вмешиваться. Это чужое государство. Сегодня оно не чужое. Сегодня Украина анархия. Она никто, она нигде. Нигде Украина. Она наша поэтому. Потому что Украина означает у края. У края Российской империи. Откуда это слово русское? Это великороссы русские. Малороссы. Они малая Россия. И белорусы. Все. Один великий народ был искусственно разделен. Из-за войны поляки захватили нашу часть на западе, и литовцы, и сделали католиками ту часть. Белорусов и украинцев. Все. Вот нас в этом плане разделили. Чтобы православных оттеснуть. Они же захватили все русские церкви. Никакого договора нет. Все русские храмы сегодня захвачены. Ими, без всякого договора. Насильно. И народ не идет молиться в эти храмы, потому что это хулиганы религиозные. И храмы пустые были, и все, никто не идет туда. Они без договора все сделали. Русские школы зашли. Вы подумайте, 200 школ в Киеве было. Сейчас ровно в 10 раз меньше. Всего 20 школ. И их закроют. И увольняют везде. И вводят везде украинский язык. Поэтому не надо нам морочить голову и обманывать. Вам дали задание. Дипломаты молодцы. Можете требовать. Но депутаты на то. И депутаты, что направлены народом сюда. Действительно, на Украине же просто-напросто половина это русские. Какой же какой договор между тем? Что мы должны разделить наш народ? Наш народ. Русские живут там. Я согласен. Референдум. Проведем референдум в 99-м году. Летом. В нормальную хорошую погоду. Какой хочет видеть себя Украина с 1 января 2000 года? Если большинство жителей Украины скажут, что они хотят жить в самостоятельном украинском государстве, немедленно в декабре 99-го года ратифицируем. Давайте дадим всего полгода предложить украинскому правительству депутатам летом 99-го года провести референдум. Я вас заранее говорю. 90% на референдуме выскажутся за проживание в едином государстве с Россией. В едином. А март 91-го года разве они уже не высказались? Их же обманули потом, проводя повторный референдум. Поэтому не надо обманывать нам друг друга. Никакой ратификации. Пожалуйста, дадим возможность народам Украины высказаться. Чего они хотят. Пока это происки Кучма. Кучма обманул. Он шел на выборы с лозунгом «ближе с Россией», что все будет дано для русских. И с Россией обманул. Только они его привели к власти. Русские. 12 миллионов. Пролосовали. Думали, что он будет лучше Кравчука. Он хуже Кравчука. Как у нас Горбачев-Ельцин поменяли, только хуже получилось. Так и там. Кравчук-Кучма. Ничего не изменилось. Все в худшую сторону. И экономика, наконец, последняя. Нам, Украина, мы на Снежане у вас находятся. Ради бога. Станьте независимыми. Но вы должны сами себя всем обеспечить. Продолжается эта тактика, политика, когда мы содержим СНГ. И нам Украина должна полтора миллиарда долларов. И нам отдает тем, что разрезает наши самолеты. Представляете? Нам. Отдайте самолеты, вы нам должны. И вы их режете. Никто не режет. Все хотят купить. Весь мир просит. Отдайте Ту-160. Лучшие в мире самолеты. И вот этот братский народ разрезает самолеты. В Николаевске разрезают наши крейсера. Это братский народ делает? Это чиновники проамериканские украинского правительства. Купленные. Поэтому нельзя рефицировать. Сегодня нет власти на Украине. Там обман. Как и у нас обман. Пока все фальшиво. Экономика и демократия. Референдумы. Проведем в 99-м году. Несколько референдумов. И я вас уверяю, в 2000-м году мы создадим большое славянское государство. Если вы дипломаты, говорите, что надо объединяться. Что вы Белоруссии мешаете объединяться? Она стучится вместе с президентом. Вы же ничего не делаете. Мы в Кремле подписываем документы. Потом ничего не исполняется. Вы же нас обманываете. Говорите, подпишем, что пойдет. Вы здесь ссылались на хейсинский договор. Согласен. Но по хейсинскому соглашению. Послевоенные границы нерушимы. 1975 год. Брежнев подписал. И американский президент. 35 президентов подписали. Границы нерушимы. Чьи границы разрушены? Только нашей страны. Только нашей страны. Поэтому все международные договора нарушены только в одностороннем порядке. В отношении СССР. Нельзя нарушать границы. Вот давайте исходить из положений хейсинского договора. Заключительный акт по безопасности. Заключительное русское слово. Заключительный. Все. Мы договорились, что послевоенные границы не... Владимир Вольфович, заканчивайте. И исхожу из этого. Из международных договоров. Из нашей конституции. Из воли народов. Мы сегодня не должны ратифицировать этот договор. Через референдум 99-го года. Ровно через год. В это время. Если народ Украины захочет оставаться в том государстве, который он сегодня имеет. Тем более там будет новый президент. Тогда ратифицируем. Сейчас отложить наговор.